Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь-24. Меня зовут Антон Скаль. В конце сентября Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление, в рамках которого были утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок. Требования как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам. Чтобы вы понимали, почему это актуально для нас, на сегодняшний день в Алтайском крае подвоз детей к местам обучения осуществляется из 696 населенных пунктов в 391 образовательную организацию. Но давайте вернемся к постановлению. О нем более подробно сейчас и поговорим. В гость студии депутат Государственной Думы Даниил Владимирович Бессарабов. Даниил Владимирович, здравствуйте. Рады видеться снова на Алтае, рады видеться у нас на телеканале Катунь-24. Спасибо. Я рад тоже быть у вас в студии и вместе с нашими телезрителями. Расскажите немножко о постановлении, что включает в себя. Мне кажется, это выстроенный документ. И, к сожалению, трагедии на дорогах встречаются нередко. И порой они касаются детей. Этот год тоже не исключение, поскольку уже более 600 ребятишек за этот год в стране пострадало. Более 80% из них как раз не использовали ремни безопасности. Именно поэтому постановлением правительства вот эти вопросы вновь к ними вернулись, они были ужесточены. Четыре пункта, на которых стоит обратить внимание, и, собственно говоря, вы о них частично уже стали говорить. Это требования, собственно говоря, о том, что ремни безопасности должны использоваться при перевозках детей. Я говорю специально, это не касается общественного транспорта городского. То есть при тех специальных заказных автобусах для детских перевозок и внутригородские, поселенческие перевозки, и пригородные, и междугородные перевозки детей. Второй пункт требований, который там установлен, это как раз сопровождающим лицам. Люди, которые должны обеспечивать транспортировку детей в силу их должностных обязанностей. Эта работа на них закреплена. Они должны смотреть о выполнении этих требований, помимо водителя этого маршрута. А смотреть за тем, чтобы вот так вот свободно ребятишки не прогуливались, не переходили в автобус. И пресекать вот эти все проявления в ходе движения автобуса и транспортного средства. И один из тех нововведений этого постановления заключается еще и в том, что со следующего года будет специальное приложение, которое вот так вот в интерактивном формате позволит нам уточнять, а сколько у нас автобусов в том или ином населенном пункте, в регионе, а соответствуют ли они нормативным требованиям, а обеспечена ли там перевозка как раз ремней безопасности, кто сопровождающий, кто водитель, стаж. И по большому счету наши технические возможности, сегодня мы все это знаем, позволяют вот это систематизировать всю работу. И вплоть до того, чтобы понимать, какого года автобус, когда у него срок окончания эксплуатации, что требует ремонта и в какие сроки, прошел диагностику или нет, это все можно сделать. Это очень нужно, современный подход, который вот так вот системно прилагается к решению. То есть, правильно я понимаю, что вот с 1 октября это уже вступает в силу и уже начинает контролироваться не только там система ГЛОНАСС, которая была, но и наличие ремней безопасности. Все верно вы говорите. Я эту неделю много проводил встреч у себя в территории района, в частности Бийский район. Это большая сельская территория и расстояние между населенными пунктами очень большие. Там также используются для подвоза автобусы. Кстати, вот вы сказали, скольки населенных пунктов происходит ежедневно в ходе учебного года подвозка ребятишек. А в общей сложности это 12,5 тысяч детей на территории Алтайского края. Конечно, о их безопасности во все времена года и в зимние особенности, в межсезонье мы должны думать. И вот, коллеги, я интересовался у представителей комитетов образования, руководителей школ, какие проблемы были, какие есть и с этим постановлением, что изменится положительно. Но, прежде всего, еще одна тема, которая в этом постановлении затрагивается, это та бумажная волокита и сроки, когда за 48 часов мы должны уведомить о провозе ребятишек тем или иным маршрутом. Вот несколько сократили эти требования до 24 часов в отношении внутрипоселенческих городских перевозок и вот таких пригородных. На междугородних перевозках требования согласования с правоохранительными органами, организующие дорожное движение, осталось 48 часов. Это вообще реально или нет? Двое суток? Ну, нужно планировать свою работу. Вот, видимо, все-таки интенсивность жизни, вот этот масштаб перевозок, он заставил, в том числе, муниципалитетов сигнализировать о том, что надо здесь эти подходы менять, и в правительстве услышали. В правительстве услышали, где-то вот так вот сократили эти сроки. Я очень надеюсь, что вот в том числе мобильные приложения и новые формы работы, они позволят нам все-таки жизнь меняется, сроки сокращаются всего, и здесь нам тоже должны мы быть актуальны в этих вопросах. Вот переоборудовать действующие, которые на маршрутах, которые сейчас и как раз занимаются подвозом, транспортные средства, автобусы, микроавтобусы, на чьи плечи ляжет задача переоборудовать их как раз ремнями безопасности? Вот гладко все на бумаге, а в жизни как это будет? Как это будет выстроено, за чей счет, в какие сроки это будет, и как быть тем населенным пунктом, где автобусы не соответствуют нормативным требованиям? Вот здесь все гораздо сложнее. Я уже провел такую переговору, что называется, с нашим министерством образования, я общался с коллегами в территориях, ну вот вернусь к тому же Ибийскому району, они меня заверили в том, что все автобусы, которые они получали, оснащены ремнями безопасности, стационарными сразу были оснащены. У нас в крае более 500 автобусов, 503 автобуса, которые на этих маршрутах работают. Основную массу мы получали с 2011 года, когда уже требования о необходимости у производителя, чтобы автобусы были оснащены ремнями безопасности, она в полной мере работала. Поэтому проблем не должно возникнуть. И вот только последние годы их более 300 мы в крае получили. На этот год министерство образования уже три закупило и еще 70 до конца года ожидает. Но в то же самое время, я думаю, все-таки если посмотреть, найдутся у нас старые автобусы, которые до сих пор в ходу и выработали нормативный свой срок, и тем не менее, что называется, так подвозят детей и не оснащены ремнями безопасности. Естественно, здесь надо смотреть органы местного самоуправления, прежде всего нашим районным администрациям и городским, для того, чтобы их первое выявить, не замалчивать эти факты и найти возможность эту работу провести при помощи нашего регионального министерства. Есть и другие проблемы, которые на практике здесь возникают. Ну, с одной стороны, школьный автобус, вроде все понятно. Вот и они новые, и есть. И сопровождающие часто с ними есть. И сопровождающие часто есть. Их надо проинструктировать, объяснить. И они готовы будут эти нехитрые правила выполнять. И требования к ним предъявляемые. Но, с другой стороны, очень часто возникает на практике ситуация, допустим, сдают ЕГЭ дети или ОГЭ. Когда массово, вот надо перевести практически там 300 ребятишек. Это одной школы, другой, третьей школы. И вот коллеги как раз называют, цифру жаловались. У нас не хватает тех автобусов, даже всей мощи района немаленького, для того, чтобы это сделать. И привлекали какие-то партнерские организации, коммерческие структуры. Вот теперь и для них эти требования будут работать, потому что через заказ этих транспортных средств, они уж точно в большинстве вдвоем неукомплектованы ремнями безопасности. И, ну, здесь, что называется, если есть уже такие устоявшиеся взаимоотношения с этими коммерческими структурами или с организациями, которые готовы пойти на помощь школе, ну, и они должны эту работу выполнить, потому что основная цель блага – это безопасность наших детей, безопасность на дороге. Игнорировать это нельзя. Данил Владимирович, подскажите, а кто контролировать будет, если есть нарушения, на чьи плечи возлагается ответственность как раз за вот это вот недосмотрение? Ну, ответственность и сегодня установлено для перевозчиков. Она достаточно суровая в рамках нашего административного законодательства. Штрафы за нарушения при перевозке детей могут доходить до 100 тысяч. Но поскольку сейчас и новые обязательства и к тем организаторам перевозки сопровождающим лицам, я думаю, и здесь эти вопросы рано или поздно возникнут. Но задача даже не в том, чтобы наказать. Вот поверьте, это уже последнее, и когда случается правонарушение, к сожалению, оно сопряжено с какими-то бедами. Нам надо до этого не довести. И эти меры носят, скорее всего, профилактирующий предупредительный характер, что еще более важно. Все вместе и органам региональной власти, и местному самоуправлению эту работу организовать. То есть начинают на местах, возьмем, к примеру, какой-нибудь отдаленный район, где как раз единственный способ добраться – это подвозка детей к школе. Получается, там на местах местная власть контролирует, и соблюдаются ли все необходимые условия, которые сейчас есть в постановлении. И если нет, куда им обращаться? Ну, прежде всего, руководству наших учебных учреждений надо обращаться в свои комитеты по образованию в городах и районах, где они находятся. Я думаю, эта ситуация будет мониториться в целом и нашим региональным министерством. Во всяком случае, вот этот формат взаимодействия я с ними уже обозначил, и в том числе благодаря вашему вниманию к этой теме еще раз просил перепроверить ту информацию о том, что сегодня нет у нас проблем с автобусами, которые были бы не оснащены ремнями безопасности. Таких не выявлено. Но если потребуется здесь какая-то помощь муниципальным образованиям, нужно ее оказать. В общем, подытожим. Несмотря на вот этот масштаб, как вы сказали, где-то есть бумажные волокиты, и все это тяжело, сложно проконтролировать, это необходимый момент, потому что это прямо пропорционально безопасности наших детей. Вам большое спасибо за интервью, за то, что пришли в гости. Вы смотрели интервью дня на телеканале «Катунь-24». Будьте здоровы, оставайтесь с нами. Продолжение следует...